Восстанавливают форму, отрабатывают тактику. Футболисты Динамо Барнаул в этом сезоне хотят наверстать упущенное. Прошлое завершился неудачно. Команда заняла седьмое место в турнирной таблице. Несколько опытных игроков получили серьезные травмы. Отсюда и череда поражений. А этой зимой сборная может еще поредеть. К пяти молодым игрокам проявляют интерес другие клубы. Новый главный тренер Динамо Барнаул Виталий Вихлянов, который возглавил Бело-Голубых, намерен сохранить команду. У нас в первую очередь стоит задача сохранения состава с прошлого года. Вторым этапом будет улучшение функционального состояния игроков. Затем будем переходить технико-тактическим аспектом ближе к сезону. Хотелось бы улучшить взаимопонимание, найти баланс в команде между атакой и обороной. Ранее Виталий Вихлянов выступал за ряд клубов Казахстана. С 2022 года тренировал молодежную команду Динамо, а также помогал бывшему тренеру основной команды Олегу Яковлеву. В планах у нового тренера максимально эффективно подготовить игроков к новому игровому сезону. Усиленные тренировки на свежем воздухе, силовые упражнения в тренажерном зале. Виталий Вихлянов также рассказал, что сейчас идет подписание контрактов с игроками. Во-первых, наши возможности несколько ограничены, чтобы привлечь в команду более опытных, более зрелых таких футболистов, с которыми можно решить задачу. Но мы ведем переговоры, это такой момент, согласятся или не согласятся определенные игроки. Но кто останется у нас, кто подпишет контракты, с теми ребятами будем что-то строить, улучшать игру. Более подробные цели и задачи на предстоящий сезон руководство клуба пока не озвучивает. Для начала нужно понимать, какие игроки будут в распоряжении динамовцев. Известно, что в первые месяцы будут проходить только товарищеские матчи. А уже позже клуб планирует заявиться на серьезные турниры. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком.